есть и диска вечер добрый вечер дорогие друзья на часах 19.00 и наш фестиваль продолжает свою работу пожалуйста напишите у нас вернее в эфире узелька стына и сергей кастына добрый вечер как я мог это забыть напишите как вы нас видите слышите это важно момент момент выхода в эфир это всегда волнительно меня что-то крутится надеюсь что все получится и мы появляемся где-то вот-вот все я есть я уже вижу нас прекрасно ну что друзья мы продолжаем сегодня работу мы у нас сегодня 9 день уже мы давно перевалили за половину каждый день мы стараемся вам показывать потрясающих изумительных авторов ага вижу плюсики спасибо и вчера у нас было очень классное выступление которое собственно завершила эпопею мишка теги в этом фестивале достаточно много было прекрасных авторов мишек теги очень очень я так понял что понравились их выступление курсы вот и вчера леночка голова его закончила эту череду великолепнейших авторов вот так и сегодня мы снова возвращаемся к теме валяния к теме сухого валяния у нас уже выступала лена смирнова с потрясающим выступлением выступала с выступлением но собственно ничего странно нет и показала очень классный курс предложила для нас по созданию крокодильчик а почему-то не захотелось назвать его бегемотиком вот и сегодня у нас выступает человек который также невероятно невероятно просто потрясающий автор я вчера немножко уже рассказывал сегодня выступает ирина полякова по большому счету я даже не могу но другим термином сказать кроме как это великий художник потому что образы которые она создает реально но такое ощущение что это совершенно живые зверята вот абсолютно наделенные душой энергии характерами то есть но вы сами сейчас все увидите конечно никаким образом не опишу сейчас я постараюсь дать вам в эфир и предоставлю с удовольствием слова так ирина слышно меня да отлично все мы вас включаем и просим любите жаловать ирину полякову пожалуйста поставьте кучу восклицательных знаков человек первый раз жизни выступает в эфире очень волнуются ой невозможно просто все мы мы не мешаем мы отключились будем здесь рядышком добрый вечер всем я очень рада вас приветствовать меня видно я надеюсь смотри напишите пожалуйста видно меня или нас сейчас затяжка где-то в полтора на то есть не нужно меня нормально да видим слышим отлично все отлично это хорошо вот ну я конечно благодарна очень сергею то что он вчера сказал что он приглашает людей которые не хотят выступать это про меня абсолютно ну не то что не хочу ну не люблю я на публику выступать побаиваюсь вот но сергеев говорил меня я очень рада этому ты меня зовут ирина полякова я сегодня с вами хочу поговорить о своем увлечении огромном о валеных игрушках увлечении совершенно случайно хотя нельзя назвать случайным потому что началось все равно все с игрушек я искала информацию свое время по куклам по авторским куклам и набрела на один из сайтов где увидела валеную игрушку вот с этого все началось вот здесь у меня есть мои друзья видно наверное вам я надеюсь вот сергей меня попросил представить их особенно вот этого вот товарища бульдожка достаточно известный мой бульдожка чтобы вы могли посмотреть размер так что фотография она не всегда дает представление о реальном размере игрушки 2 наверное один из самых вот таких топовых моих героев то что вот мои ученики очень любят это вот этот вот мышоночек это он совсем маленький у него подвижное крепление головы и нижних лапок я хотела вам показать вот так вот в живую какое разнообразие может быть валеных игрушек и и дальше я покажу вам свои презентации расскажу разовью эту тему они могут быть очень разные на самом деле могут быть очень плотные могут быть не плотные сейчас вот я вам покажу пример это тоже при помощи шерсти сделано это елочные игрушки то есть они совсем не плотные они обработаны особым образом они с корочкой такой вот а внутри абсолютно мягкие есть легкая игрушка на новогоднюю елку и вот такие вот есть человечки внутри у них каркас они могут менять позы как угодно но позы могут менять пока они не обработаны пока они не покрыты клейстером когда покрыты клейстером то все конечно вот уже в какой позе мы их покрыли клейстером в такой они и остаются вот наподобие как вот ватные старые еще игрушки дореволюционные вот можно сделать при помощи шерсти такое ну еще мой один из самых известных героев вот даже в кадр не помещается обезьяна над которой я работаю до сих пор в очень сложной технике она сделана очень много здесь всего используется вот если рассказывать это очень очень долго вплоть до автомобильных тросов у него вместо позвоночника у этого обезьян у него трос автомобильный буксировочный все это позволяет быть голове подвижной при этом она не падает голова то есть вот такой вот момент еще будет презентация вот такой слоник который тоже еще не доделан в в чем его особенность главное в том что он мягкий не потому что он недоваленный а потому что он набивной если у него свалена только оболочка такие тоже можно делать игрушки плюсов огромное множество начиная даже хотя бы вот из соображений экономии шерсти можно сделать огромную игрушку и не так много шерсти на нее потратить такой вот вариант ну и больше всего конечно больше всего я люблю игрушечки с подвижным креплением лапок я придумываю постоянно ищу способы крепления разные вот у этого льва на обувных шнурках лапки крепятся и такое бывает и голова тоже на обувных шнурках такой вот льва пяточки и наверно последний кого я вам покажу это почти портрет моей собаки моего любимца домашнего чехола тоже в процессе работы такие большие для меня это большая игрушка я достаточно редко делаю ну вот захотелось сделать такого большого представила я вам игрушки ну наверное можно переходить уже к презентации и пока я буду переключаться напишите чем вы занимаетесь кто из вас знаком с валянием кто только собирается этим заняться очень интересно мне узнать кто чем увлекается а я пока попробую переключить вижу комментарии добрый вечер именно зеленцова очень приятно добрый вечер спасибо за классного левушку видите смотрите они потрясающие на фотографии кажется гораздо меньше мне обычно наоборот говорится кажется больше ой столько знакомых алена плеханова очень приятно привет аля котика в шапочке я же не показала я же не показала но я потом покажу да это сувенирный котик он на проволочном каркасе это не пишет чем занимается а вот но алена алена валяла валялась вот здесь пишется не хватало художественного образования не обязательно совершенно художественное образование человек каждый может образовать себя сам был бы желание когда есть большое желание сейчас столько возможностей начиная с интернета плюс куча замечательных печатных изданий есть курсов очень много так что все в ваших руках ну давайте я наверное все таки приступлю напишите хорошо ли слышно меня и видно ли презентацию поставьте может быть плюсик ладно я посмотрю потом поставить или нет значит я хочу с вами сегодня поговорить на интересные темы которые непосредственно связаны с созданием валеных игрушек ближе к концу презентации покажу вам пошаговый мастер-класс о простом и достаточно эффектном способе тонирования поверхности игрушки мало кто знает о таком способе и в конце встречи я представлю вашему вниманию мой первый авторский видео мастер-класс и при желании вы сможете его приобрести давайте начнем я живу и работаю в москве по образованию я художник график я окончила художественный факультет московского полиграфического университета ну большинство конечно большую часть знаний я получила именно там благодаря замечательным совершенно учителям чему я очень рада хоть я сейчас и практически не занимаюсь графикой но все равно конечно этот опыт мне очень очень помогает это сейчас вот вы видите я надеюсь что видите мои графические работы это иллюстрации в журналах были вот я какое-то время да какое-то время этим занималась из 2007 года я как раз увлеклась валянием игрушек работаю я в жанре анималистики хотя очень не хочется заняться куклами и я уверена что я все-таки займусь ими тоже вот и давайте перейдем к игрушкам вот как раз то с чего я начала разговор сегодняшний то есть разнообразие многообразие игрушек из шерсти и встает сразу вопрос такой а что же такое качественная игрушка то есть вот как вы думаете какой должна быть качественная игрушка можете написать если хотите я свои мысли вам расскажу но наверняка многие из вас либо слышали либо читали что вот качественная валяная игрушка непременно должна быть очень очень твердой такой твердый что ей можно постучать по столу вот это утверждение она как раз подходит к валяной скульптуре целиком сделанной из шерсти пример такой игрушки на слайде вы видите что такое валяная скульптура это игрушка которая закреплена в какой-то определенной позе и уже все она позу эту не может поменять это считается валяной скульптурой бывают игрушки с подвижными частями к таким игрушкам тоже конечно же подходит утверждение про очень очень плотно сваленную игрушку даже если мы не сваляем плотно туловище лапки то в местах крепления недоваленная игрушка может очень очень сильно деформироваться либо сразу либо со временем она деформируется достаточно сильно плотные игрушки это конечно очень здорово но по разным причинам не у всех либо не у всех хватает терпения либо чисто физически люди просто ну не могут свалять достаточно плотную игрушку есть более простые и быстрые способы валяния вот я вам показывала в начале такие игрушки сувенирные игрушки на проволочном каркасе их не надо долго уплотнять и благодаря каркасу они совершенно замечательно сохраняют форму и плюс еще к тому они могут менять позу но конечно они не предназначены для активной игры то есть детям маленьким они не подойдут это скорее как вот сувенирный подарок какой-то еще до вот показывала я вам слона вы его видели тоже замечательная совершенно технология можно делать и интерьерные достаточно крупные объекты можно делать игрушки подушки да все что угодно достаточно сделать оболочку набить ее можно даже засыпать каким грануля там что вот она приятная такая была на ощупь тяжеленькая вариантов очень 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 много разного здесь технология кстати частично даже от мишек тэдди присутствует здесь утяжки есть в голове утяжки форму оболочку так вот не сделаешь если она пустая внутри посмотрите куча всяких вариантов и какие мы можем сделать выводы что какая же должна быть качественная игрушка мои мысли на этот счет такие что если игрушку вы используете по назначению и она у вас тут же не ломается или достаточно быстро не ломается то есть она выполняет свое предназначение значит эта качественная игрушка вот такие вот мысли теперь я вам покажу некоторые мои работы и конечно мне очень очень интересно если вы напишите в чате какая у вас была первая игрушка или какую игрушку может быть вы планируете свалять меня здесь спрашивают в чате слоник это мокрое валяние слоник сделано в смешанной технике там присутствует и мокрое валяние то есть первоначальная заготовка она по мокрому сделана на форме и потом но я все-таки больше сухой валяльщик конечно детали я уже по сухому доделываю и на поверхность тоже я не мокрым окончательно шлифу валянием а именно иглой ну вот можно сделать по-своему абсолютно то есть вот я делаю только естественно вариации возможно разные сейчас еще посмотрим что меня спрашивают спасибо за раз за роскошного слона вера маслова пишет учусь валять но не все получается вы думаете у меня все сразу получилось я вам покажу сегодня просто позор но я покажу свой позор все увидите упругой наталья романова пишет мне кажется должна быть хоть немного упругой игрушка но естественно вы не сможете шерсть свалять так чтобы она вообще не прогибалась при нажатии и конечно а если это тонкая деталь хвостик машины никогда он не будет твердым как деревяшка это естественно да не должна развалиться я согласна с вами манюня корнеева пишет конечно она не должна развалиться особенно детская игрушка детским игрушкам очень требования строгие валяю здесь вот валяет на плюсики наконец-то я увидел что вы меня слышите вышивка вот кто занимается кстати говоря вышивкой и вязанием они замечательно совершенно обычно валяют потому что таким людям терпение не занимать валяне очень важная составляющая это конечно терпение если вы хотите действительно очень качественные игрушки делать у меня очень много вышиващиц занимается традиционная лоскутная тряпичная кукла валяем валеночки пишет светлана шкабара извините если неправильно фамилию называю да но вязание вижу да здесь замечательно рукодельницы собираюсь это самое главное теперь ой вот мои первые игрушки начались это вот мой самый самый первый заяц из ужасной совершенно шерсти сваленной троицкой кто знает тот поймет троицка бывает очень хорошее бывает очень сложное для валяния с грубым остевым волосом который торчит во все стороны вот кстати пишут да насчет качества хотелось бы чтобы меньше шерсти выбивалась никак не получается так увалять но насчет шерсти конечно тут очень много составляющих зависит от самой шерсти и от правильно подобранных иголок тоже зависит и от техники валяния тут конечно много всего но вот мне честно скажу мне нравится не то чтобы небрежные игрушки но вот такие вот не слишком отшлифованные то есть у меня нет вот такого пунктика что прямо-то отшлифовать я немножечко другим беру зрителя в своих игрушках то есть у меня нет прям вот такой вот супер отшлифованности вот и заяц но здесь вот невозможно было так отшлифовать то что шерсть была ужасная его люблю очень он такой домашний получился несуразный конечно но мой самый любимый вот такие фоксы с них начались первые мои заказы когда я еще выполняла заказы это портретные фигурки хоть они и мультяшные но у них пятна максимально точно соответствует реальным собачкам портреты кого я делала и было очень приятно что хозяева узнали все своих любимцев еще да вот в то время я посмотрите какие огромные носы делала игрушек тоже оба дога я не знаю видите ли вы слева дога большой это живой дог а вот у него там почти во рту его маленький портретик если приглядеться наверное вы увидите это тоже портретные до доги основные пятнышки я воспроизвела чтобы были они узнаваемые собаки но это уже более технические изобразительно сложные работы с правой фотографии бульдожка это моя первая работка которая была выставлена в галерее вахтанов у меня даже номинировали за нее в номинации за настоящую морду такая была шутливая номинация очень неожиданно для меня тогда было первые эксперименты были со складочками морщинками именно на этих игрушках я изобретала для себя что-то новое как я уже сегодня говорила обожаю делать маленькие игрушечки чтобы они были подвижные максимально подвижные с которыми именно можно играть и они живые именно уже благодаря своей вот этой подвижности вот еще один пример таких игрушек вот слева обратите внимание если вам видно конечно эта собачка свалена из полу грубой шерсти как валенки валяют вот примерно такая шерсть замечательная кстати шерсть и вот он такой действительно весь такой деревенский получился он называется у меня деревенский дворянин и вот действительно ощущение такого деревенского простецкого пса я не стала его слишком шлифовать через чур мне кажется легкая небрежность так а при этом он доваленный он качественный могут немножко торчать волоски из игрушки могут быть разные справа черная игрушка кстати вот начинающим я очень очень не советую начинать с черных игрушек очень тяжело очень тяжело валять о смотрите как приятно именно эти фоксики когда-то впервые поведали мне о валянии очень приятно прям вот вообще док роскошен спасибо большое привет лена очень приятно тебя видеть я тебя писала не знаю видела ли ты когда у тебя выступление было я смотрела так фоксы чудо да да вот про троицкую то есть троицкую и когда я работала с троицкой шерстью я покупала тонкую только шерсть я имею ввиду гребенную ленту если что если кто-то покупает чтобы не попасть на некачественную шерсть купать и тонкую она достаточно хорошо у них обычно валяется а вот в полу тонкой к сожалению там не угадаешь какая попадется очень понравилась мышка хотелось бы попробовать такое пока только две ромашки вот к ромашкам как раз мышка подойдет так ну валеночки это вообще высший пилотаж для меня это непостижимо посмотрите первый кролик по мастер-классу да смотрите кстати да вот ежик но очень очень многие люди делают первыми кролика или зайца видимо очень узнаваемый просто такой просто делающийся образ и многие начинают именно зайчиков минишки у кого-то первая игрушка отлично так сейчас секундочку переведу но миниатюрные да одно время я очень увлекалась одного из своих миниатюрных малышей я вам уже показала мышоночка своего вот здесь видно как раз размер на фотографиях по сравнению с коробком примерно они около 6 сантиметров коробок 5 сантиметров да не примерно около 6 сантиметров большие игрушки да я делаю редко от одно время любила зайцев делать таких каких-то человечных зайцев нереалистичных кстати такие игрушки пользуются популярностью очень большой и именно вот такие игрушки кстати разлетаются тут же слева зайца у меня приобрела моя ученица справа я никому не отдаю я честно говоря вот его себе оставила я да я сейчас тяжело расстаюсь со своими игрушками кстати говоря вот не знаю как кто из вас игрушки делают не знаю как вот вы я когда на заказ делаю легко расстаюсь когда я просто делаю вот что-то по велению сердца мне очень тяжело расставаться продавать тяжело я их иногда дарю по случаю бывают такие случаи что я эти игрушки дарю еще неисчерпаемая тема для вдохновения это такс и ну такс и ну тут по-моему этим все сказано такс наверное очень многие делают художники и рисуют их и вышивают и лепят и что только с таксами не делают такс я сама очень-очень люблю и вот реальных животных и очень здорово делать игрушки потому что очень утрированные такие животные и их достаточно легко сделать очень характерные у них черты короткие лапки длинный нос длинное туловище это достаточно легко в игрушке сделать вот у Инны Зеленцова первая игрушка был слон очень мягкий и смешной утка ну надо же утка первая у Манюни Корнеевой задумался кот вот кстати сегодня я тоже покажу задумался у меня один персонаж получился совсем другой это вы еще увидите сегодня вот Алена Плеханова прям жму руку первый был зайчик как у меня Ольги Тренкиной маленькая панда но это достаточно такая серьезная работа панду сделать чтобы похоже было так это Супертакса я его так называю Бассет Хаунд конечно оптимист это мой муж придумал название посмотрел на лицо этого Бассета и сказал что он оптимист достаточно крупная для меня игрушка вот в длину около 18 сантиметров тоже выставлялся в галерее вахтанов я вообще убежденная собачница у меня дома собаки правда еще морские свинки есть у ребенка моего но вот кошки тоже присутствуют в моем творчестве слева достаточно известная кошка маха справа лев маха еще вы ее увидите сегодня неоднократно и вот да я обещала вам сейчас вот я комментарий один прочитала а да что реальное животное художественный образ не всегда вызывает одинаковые чувства у зрителя что имеется ввиду под этим вот мыши возьмем да мало кто любит мышей не то что мало кто часто не любит скажем так да и мне конечно было очень очень приятно когда мне ни один человек говорил вот насчет мышонка слева что ой в жизни мышей терпеть не могу боюсь их жутко но какая же прелесть для художника такое услышать об игрушке своей ну ну что может быть приятнее честно скажу а справа мышка ну он тоже милый симпатичный но был у меня случай я случайно мужа своего напугал этой мышью на ладони принесла ее он краем глаза увидел испугался он думал что я настоящую мышь принесла с первого взгляда вздрогнул я могу да настоящую мышь конечно принести еще не совпадение у многих предубеждения против вот некоторых пород собак на самом деле замечательные совершенно животные и я с удовольствием делаю грушных бультерьеров бульдоги но они очаровательные потрясающие совершенно модели их так и хочется очеловечить вот один из моих самых известных наверное вот это вот вот этот вот бульдожка его обычно на занятиях прямо ученики вот его и и именно смотрят фотографируют еще такие бульдожка подобные собачки очень я очень их люблю хотя в жизни нами никогда бы не завела бульдога по разным соображениям но эту игрушку делать очень очень люблю интересная тема для меня лично насчет мимики я часто очень слышу даже иногда с укором с каким-то мне говорят а почему они такие у вас грустные я честно скажу я бы не сказала что они все у меня грустные я бы наверное сказал что у них скорее спокойное такое нейтральное выражение мордочки и я предпочитаю именно таких игрушек делать не просто так потому что я предпочитаю делать именно игровые игрушки немножко тавтология конечно но вот игровые именно игрушки а ярко выраженная какая-то эмоция застывшая навсегда на мордочке она играть может помешать вот этому игровому процессу потому что игрушка получается заставляет вас по своим правилам играть вот он улыбается всегда и вот он в игре тоже будет всегда улыбаться когда нейтральное выражение мордочки вы можете все что угодно представить и грустную игрушку и улыбающийся вот пример на слайде три кота посередине обратите внимание котик он был сначала абсолютно такой же как его братья но неудачно получились у него глаза обратить внимание такие вытаращенные как будто вот либо испугался чего-то очень сильно либо очень сильно удивился но я решила эмоцию эту продолжить усилить я ему открыла рот чтобы уж такая эмоция я думаю что для игрушки сувенирной вполне допустимо вот когда то есть не не игровой это может быть конечно коллекционная игрушка тоже не игровая застывшие эмоции для игровой я считаю это не очень хороший вариант вот я свои мысли высказала насчет эмоций еще посмотрите маха посередине вы ее сегодня уже видели и посмотрите какая здесь хулиганка зайчики вы тоже их видели вот слева он явно стесняется справа он либо что-то не хочет видеть либо в прятки с кем-то играет то есть ну происходит с ними что-то а выражение мордочек абсолютно нейтральное вот в разных ситуациях эти игрушки себя ведут совершенно по-разному мне кажется очень очень вот интересно присматриваться к ним о творческом процессе хочу поговорить тоже мне кажется очень такая же животрепещущая тема всех он по-разному происходит кто-то вот начал одну игрушку пока он ее не закончит он за другое не берется есть люди которые постоянно переключать с одного на друга вот я такая есть в этом конечно минусы потому что квартира постепенно в склад превращается вот этих вот это у художников у мастеров это называется расчлененка так немножко жутковато звучит вот у меня это расчлененки вот это вот я не знаю какой процент может 10 процентов от того что у меня в квартире то есть вот я начинаю потом загораюсь чем-то другим кидаясь напишите как у вас происходит очень интересная одна я такая странная елена злоказова добрый вечер спасибо большое так меня спрашивает ирина сейчас работаете с гребенной шерсти троицкой сейчас практически не работаю я в основном только демонстрирую ученикам как справляться с этой шерстью в своем мастер-классе вот видео мастер-классе я тоже показываю приемы как вообще облагородить эту шерсть вот до писали мне сегодня в чате что задумывалась одна игрушка получилось другая у меня тоже такой был опять маха наша звезда прям как ни странно но на этапе заготовки вот эта игрушка задумалась зайца я потом ее отложила загорелась чем-то другим она на полгода у меня пролежала я поняла что это совсем не заяц вот в итоге получилась такая вот кошка такое тоже бывает и да вот этот многострадальный мой обезьян может быть интересно вам будет посмотреть на этапы его создания очень это у меня длительный процесс то есть тут как то вот затянулся на самом деле на годы то есть с чего начиналось посмотрите вот слева до первая заготовка и вот сейчас вот он на таком уровне справа фотография глазки ему кардинально изменила обратите внимание сначала там заготовка была другая с этими товарищами тоже работу слона видели чихуа вы сегодня уже видели насчет насчет идей насчет вообще где их брать как их не забыть как их фиксировать я очень всем рекомендую завести тетрадочку может даже не одно у меня несколько тетрадей блокнотов сразу аргумент обычно появляются такой а я не умею рисовать мне очень часто говорят да не надо уметь рисовать словами запишите идею свою потом просто будете пролистывать эту тетрадь и вспомните старайтесь все фиксировать было действительно замечательные какие-то мысли приходят в голову а потом они могут забыться будет очень очень обидно такой вопрос частый как же как же сделать их живыми но самое наверное основное без чего невозможно обойтись никому в каком бы стиле вы не работали игрушка примитив вы делаете или реалистичные вы игрушки делаете вы должны иметь представление о строении животных хотя бы приблизительно чтобы не делать какие-нибудь обидные совершенно ошибки не в том месте лапку согнуть не так рот открыть нужно понимать что там у животных у реальных внутри как устроен каркас то есть скелет реальных животных это вам поможет даже сделать игрушку примитив а игрушка примитив это на мой взгляд одно из вообще самых сложных направлений потому что это очень такой авторский взгляд на животное при этом игрушку примитив она зачастую поживее бывает чем реалистичная я включу случайно вас где-то рядом сотовый телефон с микрофона так я что там телефон не лежит рядом с компьютером суши он не рядом но я его прям вот отбросила а вы можете подальше да потому что идет наводочка от него но сейчас лучше сейчас не слышно сейчас нормально отлично мне раньше то не сказали то есть изучайте строение животных смотрите на реальных сначала даже если вы планируете делать игрушки примитивы поинтересуйтесь а что там у реального животного как у него что-то устроено и вам даже игрушку примитив будет легче сделать все она не будет у вас инвалидиком каким-то смотреться странным но на но в эту тему как раз вот хотела я немножко поиграть с вами на тему знания животных вот посмотрите на прогулку вы вышла семья слонов просто слоны вот скажите пожалуйста вы видите здесь маму слоненка два взрослых слона под цифрой 1 и 2 можете если хотите написать в чат если у вас есть вариант кто мама слоненка сейчас я переключусь на чат матрас ленианка тут у кого-то тоже присутствует это приятно вот а вот элен смирнова старается закончить работу вот а вот я разрываюсь мне часто это мешает но про таню баракову я знаю да это я знаю что танечка она до конца делает игрушку так так мама 2 тут вариант 2 2 мама а сейчас интересно вам будет мне кажется 2 я все за вторую ага первая мама написала наталья первая я стали сбила но сейчас я давайте наверное пора ответ вам говорить смотрите внимательно короче мамы здесь нет на самом деле это папа в крайнем случае это только папа здесь две разновидности слонов африканский и индийский то есть слоненок у нас индийский значит мама должна быть индийским слоном есть здесь индийский слон но это папа потому что бивни могут быть только у самцов индийских слонов представляете вот я сама честно говоря не знала когда заинтересовалась этим вопросом вот узнала такой момент и много таких моментов со слонами может быть это на творчестве никак не отразится но бывают очень грубые ошибки я видела например тигренка игрушечного с узким кошачьим зрачком то есть это не допустимо у тигров круглые зрачки всегда интересуйтесь всегда животным перед тем как его сделать интересуйтесь обязательно порой папа написали да 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 ну молодцы но это конечно да это такой с подвохом был вопрос я сама не ответила на счет мамы папы вот теперь давайте перейду я к моим любимым ученикам к мастер-классам вот это давно проходил мастер-класс раньше я проводила с большими группами мастер-классы в магазине шкатулочка вот это был замечательный мастер-класс здесь этапы работы посмотрите какая смешная заготовка лежит вот он такой с удивлением смотрит котенок на этом этапе из него еще можно и не котенка даже сделать ну хотя там зрачок конечно кошачий вот такой очень смешной и довольные ученицы мои с мастер-класса вообще сейчас я провожу мастер-классы либо в очень небольших группах либо вообще индивидуальные это дает возможность индивидуально подходить к ученикам у меня очень частое явление на мастер-классе что на одном и том же занятии разные люди делают абсолютно разные игрушки то есть вот кто кого захочет посмотрите какие у разных людей абсолютно разные то есть не копируют мои какие-то образы готовые а человек да это сложнее но я стараюсь научить человека чтобы он самостоятельно мог сформировать самого начала игрушку именно вот свою замечательная работа ну посмотрите ну заяц я вот честно говоря его с трудом отдала прибыла мысли вот так потихонечку где-нибудь спрятать да развели всех пишет лариса растальная да 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 я рада я рада что вам понравилось вот это да вот посмотрите три игрушки на одном мастер-классе абсолютно разные это две подруги были на занятии до делали ну почти одинаковые тушканчики но они отличаются да интересно еще не понравились тушканчик кстати очень тема такая очень мало тушканчиков если кто-то будет валять вам советую делайте тушканчиков они востребованы у меня несколько человек спрашивали не могут найти тушканчика в подарок ребенку вот лана сутугина моя одна из самых моих любимых учениц и самых талантливых посмотреть медведь вот медведя тоже вот лан если ты здесь честно скажу прям хотелось вот его куда-то спрятать и не отдать потому что на ощупь ну просто вот он такой ладошечный мишка просто прелесть и кот ну отлично сделаны вообще отшлифованное чудо просто здесь тоже небольшая загадка посмотрите какая огромная заготовка я надеюсь вы видите как вы думаете кто это будет очень интересная техника я не то чтобы придумала конечно ее но вот воплотила и нужно делать большие игрушки достаточно быстро как вы думаете кто кто это будет сейчас у то ученицы сейчас я переключу уже но конечно наверное узнаваемый был образ такса такая получилась но размером почти с реальную кроличью таксу и мне ученица рассказывала что она когда везла он в пакет не поместился этот такс до конца это рассказал что люди конечно смотрели так в транспорте очень внимательно пудель нет да вот здесь угадали я вижу вижу таксу таксу кому-то показалось что пудель но наверное из-за цвета шерсти облапки короткие были конечно же таксу да молодцы угадали вот мама и дочка вот мама сваляла посмотрите потрясающе какую белку это совершенно спонтанно было я сама была в шоке в каждом пальчике проволочка это вот наконец мастер-класса такой результат естественно эту белку надо доваливать но цель такая чтобы человек научился сам формировать вообще понял как обращаться шерстью как уплотнять для этого не обязательно до конца сделать всю игрушку на мастер-классе у меня вот такая система обучения абсолютный полет творчества и техника да главная техника и дочка сделал замечательную свинью там со всеми подробностями на самом деле это был индивидуальный мастер-класс чихуа тоже его надо доваливать но общее представление вот о формировании вот эти вот заготовки основной об особенностях породы с человеком получил очень моя талантливая ученица сделал такую потрясающую совершенно львенка с подвижным креплением деталей это уже самостоятельный мастер елена чернобров она валяет не только игрушки потрясающие вещи валяет игрушки у него все вот такие вот милые он посмотрите как он улыбается малыш прелестный просто замечательный эта работа меня потрясла и тут мне прислала моя ученица на почту она просила не называть ее имя это ее первая самостоятельная работа после единственного мастер-класса у меня человек талантливый есть разные техники присутствуют но замечательная работа достаточно крупная и закончу я на моей тоже одной из самых самых любимых учениц оксана костина очень целеустремленная очень вот то что я вам говорю изучайте животных она изучала она консультировалась у меня по анатомическим каким-то вот моментом то есть человек я считаю достаточно добился такого результата очень очень не то что мне плохого замечательного результата теперь перейдем к информации про иглы но здесь я не буду вам долго говорить просто вот эту вот информацию можно легко найти в интернете я имею ввиду про размеры про калибр и иглы и просечения из треугольная звездочка и калибры это зависит от шерсти из которой вы валяете самое распространенное это 36 треугольная 38 звездочка обычно ими валяют игрушки до лошадки фантастические я согласна вот ирина шварц пишет потрясающе когда увидела была потрясена белый львенок да тоже с характером а свинья потрясающе но там и автор этой свиньи очень интересная девушка очень отразилась отразилась вот посмотрите информация которую я сама относительно недавно узнала я не могла никак понять чтобы покупаю иглы одни и те же я говорю сейчас про иглу номер 38 звезда я ими в основном пользуюсь а валят они по разному то есть у одного продавца покупаю валяет прям вот-вот как по маслу а другие как тут немножечко похуже и я вот только ну может год назад узнала посмотрите внимательно там где головка у иглы у них есть такие засечки зарубки и по форме этой зарубки можно понять что за игла перед вами либо это игла с заостренным дополнительно кончиком либо это обычная игла на самом деле чувствуется разница вот такая вот информация об этом я уже сегодня говорила насчет живых игрушек что же это вообще такое живая игрушка то есть всегда ли живое обозначает реалистичная игрушка потому что бытует такое представление что живая игрушка она обязательно реалистичная не согласна я с этим бывает такое очень явление можно сказать неприятное что чересчур гипер реалистичная игрушка она создает впечатление что вроде бы живая в то же время то есть говорили как настоящий но не живая то есть ощущение чучела от игрушки идет есть такой вот это очень тонкая грань и ее главное не перейти чтобы игрушка это не пугала а бывает наоборот и кстати это довольно таки часто что часто что игрушка примитив она воспринимается зрителям как живая вот пример да и очень простой бычок из простых совершенно форм сделал и вот реакция ребенка моей ученицы на на вот это вот фото о какой бычок а почему он лежит он упал или он спит а почему он спится открытыми глазами этот ребенок спрашивает и мама ему ответила что это игрушка и ребенок был очень удивлен что это игрушка то есть это мне рассказала моя ученица ну вот я думаю за счет чего эта конкретная игрушка наверное конечно за счет глаз я думаю были бы здесь какие-то другие глаза может быть может быть она не смотрелась бы живой спасибо большое лариса остальная пишет и ирина вы хороший учитель раз у вас такие талантливые ученики спасибо большое очень приятно вот про глаза да вот раз мы начали тему глаз глаза это очень очень важный элемент игрушки и посмотрите вот мне интересно вы увидите ошибку одну и ту же ошибку на вот этих вот рисунках это рисунки моих учеников я на одном из мастер-классов я провожу тестирование прошу очень просто схематично изобразить человеческий глаз вот догадается ли кто-нибудь из вас в чем здесь ошибка я сразу скажу чат у меня запаздывает тут пишут бычок смоляной бачок именно да да не идет бычок качается а вздохновлялась я именно бычком смоляным бачком вот этой сказкой на поэтому он весь у меня такой рубленый какой-то из чурбачков сделанный так скажу я значит какая ошибка там лишний элемент там либо лишний зрачок у глаза был либо таким образом просто глазное яблоко внутри глазницы изобразили люди получается что глазное яблоко болтается свободно это конечно неправильно вот как какой выбор глазок у нас есть вот покупных глазок посмотрите какие есть стеклянные пластиковые разные всякие не всегда доступны и такие глазки мало ли может быть человек где-то живет в каком-то регионе где это трудно достать всякое бывает но что самое приятное что достаточно живые глаза можно сделать буквально из подручных материалов и вот я сейчас хочу вам показать на примере моих игрушек как выглядят и вот покупные глазки и сделанные самостоятельно вот на этих игрушках из как это может выглядеть и может быть вам будет проще сориентироваться что вам больше понравится и что вы захотите сделать потом у своих игрушек какие глазки посмотрите опять вот этот вот мышоночек я его вначале показывала у него глазки это самые обычные доступные всем черные бусинки единственных минус они пластиковые они покрашены и краска может конечно отклопнуться единственный минус вполне живые глазки получились тоже бусины пластиковые они такие полупрозрачные очень интересный эффект из этого львенка я потом просто нарисовала поверх этой бусины зрачок я использую акриловую краску для этого покрыла все это дело лаком чтобы глаз был живой он должен блестеть должна слеза быть глазу и вот получился вполне такой глаз еще смотрите вариант уж это вообще доступная пуговицы очень их много продается разных калибров разных цветов пластиковые пуговицы с перламутровым эффектом вот она опять маха на на просто звезда сегодня она везде это маха тоже зрачок нарисован краской покрыта лаком все это вместе и еще вариант таких пуговиц пуговиц таким грибочком полусферическая тоже много вариаций можно найти в продаже и с этими игрушками очень я я смеялась честно говоря на англоязычном форуме я увидела обсуждали вот эти мои игрушки друг с другом спрашивали как вы думаете где она такие глазки покупает это про меня спрашивали надо же глазки нарисованные поверх пуговицы то есть это расписанная пуговица ну и опять же до покрыта лаком естественно стеклянный или пластиковый глаз можно совместить вместе с шерстью то есть шерсть выполняет роль белка глаза в своем мастер-классе видео мастер-классе я вот подобный способ буду показывать как сделать такие глазки очень я полюбила вот такой вот способ это стеклянные глаза для кукол реборнов и для шарнирных кукол вот у обезьяна у своя сделала такие глаза но тут конечно главное правильно разместить в глазнице такой глаз и абсолютно живой конечно взгляд и да вот это но небольшая шутка конечно я обычно так ученикам показываю люблю пугать учеников сайт под этим валенным глазом глаза да можно валять но если он отдельно свален но вполне обычное явление валенных кукол прямо поверх лица наваливают можно сказать что рисует шерстью такие глаза да вот видите понравилась идея пуговицы с перламутровым эффектом я рада лак какой лак глянцевый только не для ногтей используйте потому что он может потом и облезть и начнет липнуть может такое быть естественно не для волос лак никакой любой в принципе прозрачный чтобы он был этот лак можно для запекаемой пластики купить лак какой-нибудь да хоть даже господи яхтный лак единственный минус что в больших очень банках продается а то лена плеханова помнит этот череп замечательно пуговицы да я очень рада что для кого-то что-то сегодня новое было видите как замечательно вот посмотрите мне кажется интересный очень пример это один и тот же котенок с разными глазами его сначала сделала варианте как он на левой фотографии мне не понравился и я переделала сделала именно такой вот из разных материалов глазик стеклянный зрачок а радужную оболочку этого сваленная радужка из зеленой шерсти вот пожалуйста за глазки я очень-очень рада что кому-то что-то новое рассказала вот теперь смотрите переходим к интересному но я надеюсь что будет интересно кому-то мастер-классу по тонированию поверхности и вот это вот позор который я вам обещала в самом начале одна из самых моих первых вообще работ все когда я экспериментировала я не знаю видно ли вам вот вот эти вот рыжие подпаленные у собак это называется подпал рыжие видно или нет это акриловая краска намазюканная сверху это вот я в то время очень увлеклась информацией про роспись на футболках акриловыми красками я думаю а чуть-чуть распишу-ка я игрушку вот расписала так вот он у меня цокал этими сами подпаленными по столу слава богу не впиталась краска все она была такая густая я все это драла нашла все-таки шерсть нужного цвета и все сделала нормально но вот был такой опыт а вот это как ни странно пример вот этих игрушек опять наша маха любимая здесь это тонирование уже удачное тоже акриловыми красками у боль дожки это маска на мордочке темная у махи тоже немножечко подтонирована мордочка бровки подтонированы и кончики ушей внутри ушей это шерсть смотрите что нам понадобится художественная краска акриловая можно даже вот в российский вариант самые обычные фирмы гамма краски они меня вот не воцветают на старых на моих игрушек здесь на фотографии это уже другая фирма но любые можно главное художественные акриловые краски две емкости с чистой водой ватные диски ватные палочки можно ну и собственно та сама игрушка которую мы будем тонировать что мы делаем мы растворяем краску в воде тут очень важно чтобы не было кусочков краски в воде я обычно либо аккуратненько вот эту уже раствор переливаю в другую емкость чтобы только вода была окрашенная без частичек краски на это обратите внимание и потом если вы хотите получить тонировку такую акварельную прям вот вот нежную нежную игрушки то я советую смочить поверхность я показываю не на игрушке она заготовки то есть вы окунаете я прям вот делаю это пальцами вы как-то можете по-другому и похлопывающими движениями я смачиваю поверхность игрушки потом берете ватную палочку хорошенечко так ее окунаете в воду прям чтобы она промокла прям чтобы с ней буквально капало и начинаете прикасаться к влажной поверхности к увлажненной можно даже потом покатать эту палочку по поверхности раскатать краску она прям по воде она так вот ших сделает и будет именно вот такой вот акварельный эффект можно ошибиться например слишком концентрированный раствор сделать или цвет не подошел пока краска у вас не высохла вы можете исправить для этого должны быть заготовлены сухие ватные диски вы быстренько пока не высохла промакивайте диском посмотрите вот там все видно и краска либо вся либо практически вся уйдет в крайнем случае можно под струей воды все это дело промыть вот как вам понятно было так как вы относитесь к тонированию акварельными карандашами вы знаете я не пробовала меня смущает знаете что акварель она же водорастворимая остается после высыхания меня чем привлекают именно акриловые краски что игрушку потом можно даже сполоснуть я уже говорила что я стараюсь делать игрушки с которыми в принципе можно ну бережно да но можно играть и если с ней играет она может запачкать игрушку качественно сваленную и можно не то чтобы выстирать но сполоснуть ее аккуратненько точно можно поэтому акварели к пастели я хорошо отношусь но это больше вариант для коллекционных игрушек мое мнение вот такое все варианты хороши я стараюсь делать чтобы было очень надежно и не страшно было что это все смоется осыпется почему левша я где-то не перевернула фотографию наверное я да может быть забыла нет я правша почему левша это зоя меня спрашивает иринова левша нет я правша масляными красками я знаю что тонируют тонирует меня спросил анастасия масленникова смешно получилось анастасия масленникова спрашивает можно ли тонировать масляными красками тонируют коллекционных мишек но это надо уметь делать насчет игрушек валеных не уверена честно говоря простой вариант масла это вот акрил как раз таки бюджетный ну и теперь хочу вам представить мой видео мастер-класс называется он давай подружимся это мастер-класс по валеной скульптуре он замечательно совершенно подойдет начинающим и вполне возможно что даже будет интересен тем у кого уже есть опыт валяния ну в этом мастер-классе вы узнаете найдете подробную информацию про инструменты и материалы для валяния как правильно работать иглами приема работы с разными видами шерсти если как правильно работать иглами это очень важно потому что если вы не знаете как держать иглы правильно как непосредственно работать ими то вы можете их просто ломать постоянно есть такой момент валяния мастер-класса не совсем обычный цель мастер-класса не сделать вот этого вот конкретного щенка я ну я надеюсь что я помогу вам подружиться именно вот с техникой поэтому я назвала так многозначительно мастер-класс давай подружимся подружиться с техникой сухого валяния настолько чтобы свободно творить и экспериментировать и не копировать с какого-то образца вот то что вот боятся многие да вот мне многие говорят пишут что я боюсь я могу только скопировать вот я не могу сделать ничего сам надо просто начать это тяжело сначала вообще процесс конечно очень очень интересный я вам раскрою секрет что это щенка с фотографии я свалял еще до того как отсняла мастер-класс и на мастер-классе я буду валять его ну можно так сказать родного брата который будет немножко покрупнее и так вам будет лучше видно все подробности потому что тот конечно очень маленький малыш я сама честно говоря от укололась пару раз пока я ему пяточки валял и поэтому я думаю начинающим и такую маленькую игрушку валять не стоит поэтому вот я решила сделать второго техника абсолютно идентичная и в кадре будет время от времени присутствует вот этот первый вариант то есть вы сможете сориентироваться и выбрать а какой вам больше нравится сделать похожим либо на первый вариант либо на второй либо вообще что-то совершенно свое сделать смотрите я научу покажу как это делается то есть как построить абсолютно любую игрушку любой сложности начиная с самой самой простой до очень сложных если у вас будет желание как же делать сложные игрушки и строятся они буквально как из конструктора там определенный алгоритм действий существует заставаем нужно очень внимательно наблюдать за тем что происходит в кадре я вам покажу как формировать основные детали как их можно соединить между собой и такой тоже вопрос многострадальный животрепещущий это как сделать интересную позу как зафиксировать в этой позе игрушку я вам покажу свой вариант который именно новичкам наверное больше подойдет потому что я сама валяю немножко по-другому что меня опыт есть я умею сразу увидеть пропорции игрушки я знаю какая получится для новичка это это вот сразу полная растерянность квадратные глаза этот мастер-класс рассчитан именно вот на человека который боится новичок абсолютной это из расчета на это и кстати вот этот способ он может быть и опытным валяльщиком полезным бы было у меня когда люди достаточно опытные приходили и удивлялись немножко такому способу валяния надеюсь вам тоже будет интересно до строение игрушки очень 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 важно это одна из основ есть я уделю этому внимание я вам покажу некоторые нюансики на что в принципе обращать внимание я надеюсь что это подтолкнет вас подтолкнет интерес ваш к дальнейшему изучению потому что это тема сложная в одном мастер-классе естественно не покажешь всех нюансов анатомических животных но я думаю вы поймете вообще на что обращать внимание в принципе когда какой-то образ создаете образ животного у глаза да вы уже наверное поняли что глаза очень очень важны я вам расскажу покажу подробнейшим образом процесс создания глаза то есть я даже практически не использовала ускорение пленки может быть даже покажется немножко затянутым но мне кажется новичкам именно вот это нужно то есть опытный человек он может прокрутить на ускоренном в ускоренном режиме а новичок ему важны самые самые мельчайшие нюансы это я знаю уже по опыту то есть весь весь процесс подробнейшим образом я покажу до обработка поверхности шлифовка тоже вариант очень важный ну как я говорила это не мой конек но естественно все равно покажу как добиться гладкой поверхности это вы именно в процессе там все увидите подробно на ваших глазах чтобы то есть как будто вы сами валяете вы все это увидите и я вам покажу два способа тонирования шерстью и способ про который мы сегодня уже говорили тонирование акрилом но там вы увидите все воочию прям сам процесс увеличенный на макро увидите как это все происходит мне самой было потом интересно смотреть со стороны всегда интереснее вот тонировочка это я снимала прямо вот с видео как это происходит вот вот такой вот величины вы увидите что этом пальцы мои огромные вот я вам вкратце рассказала про мастер-класс меня очень давно о нем просили теперь он есть благодаря сергею в многом он сподвиг так бы я на им сама никогда не решилась если он вас заинтересовал вы его можете сегодня приобрести не только сегодня в рамках фестиваля у нас очень приятная скидка вы можете увидеть скидку я планирую продавать мастер-класс за 3600 рублей сегодня вы можете его приобрести за 2 990 и эта цена действует три дня начиная с сегодняшнего дня вы можете по такой очень очень приятной цене приобрести этот мастер-класс еще хочу рассказать значит что ну как я могу охарактеризовать мастер-класс вот то что во всяком случае на что я рассчитываю что этот мастер-класс он должен иметь по идее такой достаточно большой отсроченный эффект то есть у вас появится уверенность своих силах вдохновение я очень надеюсь что вдохновитесь много идей на этапе формирования заготовок там куча идей обычно у людей появляется делая одну игрушку уже они начинают планировать что они следующие сделают наблюдательность интерес к окружающему миру творческая раскрепощенность это очень очень важно не бояться от вас требуется только одно очень очень большое желание научиться и этот мастер-класс вот я специально его таким задумала он в принципе похож на мои реальные мастер-класс вот оффлайновые что там нет четких инструкций ко мне люди иногда приходят и вот они ждут что я сейчас четко скажу вот чтобы сделать эту лапку отмерьте 3 сантиметра шерсти скрутить я никогда так не говорю я стараюсь человека научить чтобы он в разных ситуациях с разными игрушками не растерялся и знал а как ему нужное количество шерсти взять они для конкретно только этой игрушки то есть вот он научится в лучшем случае делать эту игрушку а с другой игрушкой он может растеряться такое тоже бывает люди все разные кому-то да достаточно будет информации он сам потом сориентируется но многим недостаточно оказывается вариативность присутствует мастер-классе этом стараюсь показать что вы вот такой мордочку можете сделать а можете и вот такую сделать в процессе вы сможете сами на сочинять абсолютно свою игрушку смотря на процесс как я создаю свою игрушку я надеюсь вас какие-то мысли посетят какие творческие видеть принимать решения не бояться экспериментировать вот задачи задачи вот это вот мастер-класса и вот то что я не говорю точных размеров никаких да это дает свободу это дает абсолютно свободу вы любого размера игрушку можете сделать любой образ взрослую собаку щенка то есть я вам показываю а в чем разница что еще вам рассказать ну да то есть вы можете перематывать смотреть еще раз да еще очень полезная информация я думаю будет для вас вместе с курсом вы получите мои контакты для консультации у меня есть такое правило и на моих вот реальных оффлайнов мастер-классах я всех своих учеников которые у меня занимались и всех их консультирую при необходимости что естественно может возникнуть куча вопросов здесь я тоже вам предлагаю такой вариант вы получите мои контакты и сможете задать любой вопросу поэтому мастер-класса что непонятно что не получилось то есть это я с удовольствием делаю вот если у вас какие-то вопросы еще есть еще все посмотрю чат спасибо большое понравился вечер пишет галина иванчик к очень интересный вечер спасибо так вы действительно скульптор если отобрать у вас шерсть начнете лепить а я леплю из глины да я леплю вот я показывала в начале игрушечки куколки лички лепные да я пробовала уже лепить планирую куклы делать светлана веденская пишет ирина спасибо за интересный вечер пожалуйста я очень рада что было интересно так скажите так как полноценно валянием я не занимаюсь только приваливаю мордочки кто дебрушкам чем закрепляют приваленную деталь каким лаком где-то читала про акриловый лак на водной основе но он оставляет немного белый а зачем закреплять вот анастасия масовникова меня спрашивают а зачем закреплять это все приваливается просто поверхность уваливается шлифуется а я вообще свои игрушки ничем не закрепляю закрепляющий эффект кстати вот открою тоже такой секретик небольшой дает тонирование акрилом акрилом когда застывает у вас прочнее становится деталь как бы немножко и склеивать но при этом фактура шерсти остается есть такой приятный побочный эффект сальвитозы я не пользуюсь меня вот спрашивают чем я закрепляю я никакими закрепителями не пользуюсь я иногда носы у игрушек пропитываю глянцевым лаком чтобы они блестели этом несколько приемов делается спасибо лену смирнова очень приятно что тебе было интересно так 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 вот я только не пела почему меня спросили что я левша так про сухую пастель я ответил что я не пользуюсь но работы потрясающие конечно получается у других мастеров сухой пастели почему бы и нет все способы хорошие смотря для чего предназначена ваша игрушка сергей но я не знаю как вроде бы я не вижу новых вопросов продолжать мне заслушавшись и засмотревшись размесив уши раскрыл глаза на всю эту красотищу потрясающие работы ну и я вот что услышал да я очень редко такое слышу когда действительно мастер-класс в не конкретной работе а мастер-класс который обучает человека видеть делать любой образ любую игрушку любой любое создание это очень серьезно очень ценно в мишках по крайней мере так нельзя сделать потому что там игроки даются здесь полная свобода творчество начинают размеров даже да и заканчивая вообще образом вот видим восклицательные знаки значит то что касается самого курса я от себя могу добавить поскольку я его видел не весь конечно кусочки потрясающего качества сделана съемка смонтирована настолько подробно видно действительно макросъемка которую вот так видно то есть все кто хочет научиться и все кто умеет многие говорят я умею валять но я я ее хотел показать а потом мне стало стыдно что ну давай быстрее что что я что-то буду показывать потому что все равно покажу все времена демонстрирую вот это это девочка бешевых я сделал но и многие валяют примерно как я то есть ее вот так вот если близко не рассматривать то она прикольно вообще не одна ножка короче другая длиннее ручки то же самое на разном уровне вот такая вот своеобразно но я про что хочу сказать что многие люди которые уже валяют и даже продают свои работы я уверен что есть чему поучиться на этом курсе потому что когда видно группу мастера подход мастера это совершенно другое то есть вы вода лена смирнова правильно написала что много подчеркнула интересного но если лена смирнова подчеркнула много интересного из этого обзорного выступления можно сказать да то в курсе там действительно очень много всего прям куча фишек и сама методика на что важно что-то будешь добавлять из себя но я бы тут читала комментарии я извините пожалуйста не запомнила кто писал что начинала валять по-моему утку а в процессе все трансформировалась в зайца или наоборот что-то пошло не так но в общем смысл был что-то было с уткой связанное что-то пошло не так я могу рассказать такую минутную историю о себе я тоже когда-то хотела быть валяльщик а таксу в итоге получился жираф поэтому чтобы вот таких вещей не получалось я думаю что нужно как раз таки учиться у мастеров и вот сегодня я честно скажу я на всех наших конференциях когда я не выступаю я сижу тихонечко вяжу сегодня я вязать не могла я вязала пару рядов и распускала я путалась ошибаться что я всегда смотрела только на экран и вот и сегодня вот я прямо ну была очарована ириниными работами и сергея постоянно глядя посмотри какая красивая презентация посмотрите какие красивые рисунки на самом деле когда художник вот именно профессионал он немножко все делает на другом уровне нежели может быть мы с вами кто становится профессионалом который не учится изначально научился да поэтому вот ну супер супер я думаю что даже говорить здесь нечего великолепной работы ну и важно что курс действительно он создан для новичков то есть нуля абсолютно первый раз берешь гоку и валяешь и делаешь и создаешь что-то похожее то есть это очень круто я считаю дорогого стоит ну что любимая часть любого выступления это когда я рассказываю как как заказать и оплатить курс я не буду отступать от этой доброй традиции я знаю что вы ждете это те кто уже знает вы сейчас можете налить себе чайку но я тем не менее расскажу то есть мы находимся в этой комнате с вами и и слева вы видите баннер значит я для нашей англоязычной публики показываю чтобы потом переводчик им перевела нажимаем вот на эту кнопочку попадаем на англоязычную страничку и здесь вы видите вот описание самого курса по урокам что здесь будет об авторе и цена то есть нажимаете купить попадаете на следующую страничку где вы вводите свои данные то есть платите либо по и полом либо с карточку нажимаете клик туба и все здесь все очень просто до русскоязычного рынка этого конечно мало здесь у нас совершенно другая атмосфера я вам сейчас тоже покажу кратенько как это делать или не выключу микрофон не трогайте ладно значит для того чтобы купить на русском языке курс нажимаем здесь на баннер купить и здесь вы также видите на более понятно уже все написано по нашим что что здесь будет как какой курс нажимаете заказать и на следующей страничке заполняете свои данные свое имя и email и пороговой и телефон вот email и телефон нужно обязательно заполнить правильно для того чтобы вам ссылки на скачивание курса пришли на ваш email после оплаты нажимаете отправить и выбираете способ оплаты способов несколько значит есть робокасса очень удобный способ которым можно оплатить в том числе из карты сбербанка то есть те кто хочет в автоматическом режиме оплатить и быстро получить ссылки пожалуйста платить из карты сбербанка также через робокассу здесь есть и киви альфа клики унистрим и евросеть связной то есть сети терминалов все здесь есть можно вот оплачивать для рунета это очень удобный способ в основном из россии платят отсюда яндекс деньги автоматически те у кого есть яндекс нажимаете выбрать вас переводит ваш яндекс кошелек оттуда платить интеркасса это способ оплаты который подходит и для россии и для украины то есть моего держим для того чтобы из украины люди могли оплачивать здесь прикручен приватбанк терминала оплаты ну короче тоже надежный очень такой удобный способ оплаты paypal автоматический у кого есть paypal вот сегодня первые платежи за этот курс пришли именно через paypal люди умеют пользоваться у кого нет очень рекомендую его завести нажимаете выбрать также вас переведет ваш paypal аккаунт вы с него оплачивать дальше идут уже ручные способы оплаты сбербанк яндекс деньги вручную киви кошелек в обмане и система быстрых переводов здесь нужно нажать выбрать экранчик отъезжает и здесь вы видите реквизиты вот номер карты и просили сказать вслух что сергей юрьевич к это я сергей юрьевич костына то есть это моя карта вы на него платите деньги приходят это можно совершенно спокойно делать значит когда вы заплатили вот здесь ниже написано карта сбербанка здесь четыре последних цифры вашей карты и здесь вот оплачено нам придет автоматическое письмо после того как менеджер проверит ваш платеж он этот заказ нажмет что он оплачен вам придет письмо с ссылочкой на курс также яндекс деньги вручную то есть вот этот номер переписывайте на бумажку идете в терминал связной евросеть и так далее в терминал оплаты и можете вручную найти там электронные деньги яндекс деньги заплатить киви кошелек в основном для казахстана то есть казахстан оплачивает вот на такие кошелек и пишет нам также через эту форму с какого телефона оплачено и так далее вебмани это вебмани то есть вот здесь внизу написано кошельки вебмани вот они на любой из них можно оплачивать следующий вестерн юнион манигрэм вот их реквизиты то есть это система быстрых перевозов то же самое через любой способ оплатили вот здесь его выбрали написали как оплачено и оплатил и отправить и все в общем то нам придет оповещение обо всем об этом какие-то у вас есть есть вопросы по курсу по оплате потому как он будет проходить вы сейчас пожалуйста задавайте я ли и на вам ответим значит прелесть какая пишет это наверное про то что я сейчас рассказываю они на пробежь уже написали это про иринины игрушки не надо обольщаться подмазать в лучах ирины славы ну вот ларенько что делать значит обращаю внимание что этот курс находится он закачан на сервер вы его после оплаты получаете ссылки скачивайте на ваш компьютер и он у вас остается вашим навсегда на всю жизнь то есть это не в системе онлайн не надо ходить никуда смотреть кто привык нашей системе что смотреть по прошлым конференциям это именно вы в свое пользование покупаете он у вас остается единственный момент что вы поделиться ими сможете потому что все курсы на этой конференции защищены паролями это сделано для того чтобы не было пиратов потому что мы с ним активно боремся вот ну что друзья мои если какие то у вас вопросы задавайте их прямо сейчас я хочу еще обратить внимание значит под баннером находится контактный e-mail info собачка dolfest.com и номер телефона вот сейчас в данный момент времени у нас пол девятого вечера то есть если вы сейчас оплачиваете карты сбера еще как то пишите на этот e-mail пожалуйста дождитесь завтрашнего дня потому что завтра с утра менеджер будет работать с этой почтой то есть никто ночью не смотрит на эту почту мгновенно не отвечает и так далее хорошо договорились вот и по всем вопросам пожалуйста туда пишите иногда находят меня вконтакте находят еще где-то гузель пишут в одноклассники там еще по каким-то сложным каналам но проще чем написать на e-mail дождаться ответа больше нет другого варианта вот так у нас система работает так ну что я смотрю что заказы у нас идут значит все у нас работает и это очень радует значит значит все все сегодня свершилось у нас правильно так ну что ирина хотела показать свою игрушечку ирина мы готовы включить чтобы посмотреть еще на игрушечки а какие у меня мозги уже отключились а вы нам кого-то не показали еще да а кого собачку еще раз всех покажите а собачку показали бы которую вот это какая которая в курсе а я на зеленое нажимаю да да один раз на зелененькое мы вас увидим вот вот я уже у меня все посмотрите это вот два брака вот это вот первый самый насколько вам видно я не знаю хорошо подальше чуть-чуть и вот этот побольше элементы все в принципе те же самые пяточки вот что такое не не это я просто камеру себя выключил вот пяточки все то же самое пальчики ушки но не точная копия в принципе специально сделала я конечно могла сделать прям практически копию но честно скажу не интересно так но мне кажется родственные черты прослеживаются надо потрясающе честно вот мы сейчас сидим смотрим восхищаемся действительно такие прям миляги при миляги хвостики я знаете что думаю еще кто-то сейчас смотрит вот на эти да на этих собачонков и думает но у меня так вообще никогда не получится напишите кто-нибудь думает подобные вещи я запрещаю своим ученикам так говорить вот честно это вы себя я считаю что вы себя программируете вот мой вот мой любимый сам деревенские дворения ирина правильно сказала мысль сегодня что главное дело начать то есть даже если ты боишься не знаешь как но начинаешь и все получается со временем лучше и лучше и лучше посмотрите мысль он маленький даже по сравнению вообще супер просто чудо пишет а я забыла еще сказать но она не так важно у меня же бонус там бонус так это же самое главное ну вот вот у меня же вы не понимаете как я вообще что-то смогла сказать я не знаю так вот что делать теперь тем кто же купил не знаю бонусы но я не знаю рвать на себе волосы расскажите там там последней серии там же всего у меня ой серия урок ладно скажу последней серии сериала там про усы информация я покажу вам усы вот на подобном вот на голове котенка все это может в дальнейшем в других игрушках вам очень сильно пригодится очень очень простой и быстрый способ как сделать игрушки усы в принципе мои ученики кто у меня занимается они знают этот способ способы существует множество сделать усы вот я свой покажу во всех подробностях ну супер ну теперь совсем совсем стало интересно и цены я уже говорил об этом то есть мы на этом фестивале договаривались чтобы цены были максимально подъемные для всех кто хочет для всех кто хочет действительно научиться у хорошего мастера делать сразу хорошо поэтому вот ну насколько уровень уровень валяния у ирины высокий вы уже оценили я думаю особенно те кто здесь мы посмотрели по аватаркам те кто писал комментарии лайкал и так далее тоже люди собрались на новички но такого огромного да я вообще в шоке сергей меня слышно да да что таня барак написал что что-то новое узнал я конечно очень приятно я сомневаюсь что тут тани баракова что-то новое может узнать но приятно все равно спасибо ну если рассказываю что-то новое может чего что-то любили очень нравится когда грудили голову обезьяна он мне вообще казался совершенно живым и такой сидел я специально я не знаю я могу рассказать конечно интересно если там внутри же конструкция очень такая сложная я уже говорил что там автомобильный трос и я когда автомобильный трос вставила с задумкой что вот у него голова так будет мотаться из стороны в сторону она не стала мотаться потому что она передумала мотаться потому что очень легкая шерсть легкий материал а трос вот такой мощный буксировочный автомобильный трос и я вот этой бедной обезьяне разрезала голову и вставляла туда стеклянную такую лепешку знаете декоративные шарики стеклянные бывают лепешки такие вот я туда ему ставила лепешечку голова потяжелела и вот эффект именно получился тот которого я хотел вот берешь на ручки и вот он такой прям действительно как живу одежда кстати настоящая детская на нем в магазине куплено ну спасибо огромное за выступление давайте давайте похлопаем еще раз замечательного мастеру я уверен что с нашими общими парами добавится хороших валяльщиков теперь надеюсь отлично спасибо огромное спасибо вам да мы расскажем кто будет завтра значит завтра у нас выступает человек который уже не раз у нас выступал мы с огромным удовольствием всегда зовем всегда ждем чего-то интересного и безумно красивого завтра выступает юлия натальевич художник по текстильной кукле будет тоже очень много интересного красивого очень классная информация и я думаю что те кто увлекается куколками приходите обязательно те кто увлекается просто нашим фестивалем тоже приходите мы всегда вас с большой любовью видим многих узнаем уже по аватаркам и рады будем вас видеть завтра все если у вас есть какие-то вопросы остались технического плана там как оплачивать как скачивать как открывать еще чего-то пожалуйста пишите нам наш e-mail который под баннером либо в любом случае можете отвечать вот на те письма которые мы вам присылаем так же все все доходит ну все счастливо ждем вас завтра и встречаемся на этом же месте в 19 не перестаю улыбаться до свидания всего доброго до свидания